чем плюс этой дороге самый главный что здесь нет никакого трафика движение здесь не машин легковая 1 в час проходит за веков тоже практически нет я так понимаю это кафе не работает я есть хочу а большая у сона как этому сейчас налево будем здесь уходи и стоишь по километражу то немного выигрываешь получается чем через пермите но здесь в плане того что трафик спокойно никого кто не мешает вот мы сейчас уходим залезу уфу прямо здесь можно ехать до час налево и сейчас будет сейчас большая большая гора здесь сразу здесь такой сразу подъем на чернушку тоже нужно идти через чернушку дальше мы погуглили какой смысл мне туда ехать на эту чернушку не знаю если надо было на пермь туда на пермь поехал а так здесь зимой весь вода сразу такой влево и так в гору причем и коляску ели путь также как и вы ели эти 12 до 22 с половиной тонны подымаем зимой следят мы когда ездили так да даже если допустим не посыпано но тут можно как-то раскатиться там туда-сюда то есть никто не мешает вообще абсолютно так отец отсюда 500 километров хрена еще что-то я не знаю от машки 600 было до перу уральская сейчас здесь дыкать и 500 но что-то не то показывал поменьше до категория я чуть-чуть и день еду уже что к 100 км проекта данного не может быть в районе елова места здесь конечно вообще дикие такие тут еще и ничего нет брата поля засеянный и лова вот она поселок на берегу чего там я даже не знаю ну речки какой-то за там залив какую-то может здесь какое я больше не отдаст уже не дает паркинг кафе если что-нибудь есть тут еще опять не работает тут . стоянка была она была рабочая это я точно помню похоже что здесь разорился хозяин всей этой богательней уже какая-то уборочная даже идет хочу не убирать уже успела вырасти признаться честно я не хочу идти на заправку вот таки какие-то есть и что здесь что-то случилось где теперь где теперь дтп кого он улетел что непонятки какие-то я так и не понял а он этот второй он вперед заста стоит лето дастер в него влетела что ю мою нет ни трафика не движению а дастер скорее всего на обгон шел я понял у дастра да у дастра правая сторона с тесаном дастер скорее всего тут решил на обгон пойти летел по прямой а этот повернуть решил за 52 километра по итогу вот что и получилось по итогу с пищей с пищей а сейчас куча времени куча нервов куча денег и так далее особо опасный участок дороги полтора километра чем он такой опасный вот подъем с поворотом зимой весело да скользко камер нету я тормозить не буду я знаю что превышает сейчас все равно к концу подъема мы сядем не то что до 60 а то и меньше ходи не бойся тут единственный экипаж гаил он и тот там на разборе дтп и хочет честный малый 50 километров перед осой точно знаю там какая-то стоянка была какая-то кафе тоже вроде когда-то мы там кушали поедем туда еще полтос верст на то время уже 1610 если по местному брать мы еще не обедали неправильно а да видом какой с горы открывается это наверное все вот этот вот вот кинская т.к.с. это сюда на водохранилище не смотри какой-то широченный вы что-то него поедем правду вдоль берега здесь тоже есть где развернуться с инструментом который лежит на спальнике и и и дальше без комментариев так у нас ретарда такой вес удержать горы природа тут фантастика просто и даже на 11 до гора не такая большая в качестве расход подняла малость конечно здесь сейчас 32 и 1 по этим спуском подъемом вот этого никуда не денешься специфика рельефа такая здесь сейчас пробуду какая-то деревня нам прямо вот вдоль вдоль и вот-вот-вот вышел и все и ты уже на воде но нет то время честное слово сегодня уже понедельник я еще ехать и ехать короче по ходу спиннинг позам и в минске испытывать крюкова тихо 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 пишешь ты запрыгиваешь ты на чужую полосу вот напугал меня я думал уже приснул там ликитонуло его чего этот еще функционирует перед этим уже этот барак уже был не рабочий кстати вот здесь водички я смотрю можно набрать я тут вообще клондайк смотреть как деревня дожить стал утречком на лесопед поехал он съездил порыбачил зимой зимняя рыбалка здесь что это что замерзает все сверлил лунки ставь хочешь ставки на щуку хоть что хочешь это вообще песня местоположение природы я думаю тут и грибов ягод в округе тоже мерено немерено но он буквально вот он 100 метров и вода эта школа походу была сейчас каникулы все кайфуют магазин олимп он видится я говорю что вышел из суеты на берегу огонь ну вот сейчас можно было вот тут прям машину кинуть да и пошел вот походить покидать ну наверно пацаны так и так и сделали либо рыбачат либо купаются а мне купаться не хочется у меня холодина в кабине вот эти 22 выставлено да вот все прямо вот вообще вот он берег владимирский это точно куда-то пошли а нет что-то там в кабинах так ну посмотрите лучше не придумаешь осталась одна единственная проблема как всегда где взять это долбанное время ну вот если бы дни ограничение скорости 40 килограмм в час фигасе вот это вот это аппарат вот это вот это аппарат олимп да если бы вот было хотя бы ну хоть какой-то все же понятно и так вот видите вообще человек кайфует он выехал на одиночке на берег 29 балдеет отдыхает красавчик ну а что там остается облизнулись и поехали дальше что-то походу она сдает у коллеги это сканья старенькая уже ну это вот перед осой стоянка здесь и ночевать я здесь ни разу не ночевал или ночевал один раз в лесу как тут не внутри там а здесь на дороге вот на 10 сейчас стою не знаю кстати может уже залезем в прицеп посмотрим и от самой москвы в прицепе не был по-моему здесь все у нас как было так все и осталось на том же уровне да все без изменений и это не может не радовать они только подъехали не было никого сходил соляночки кусанул все нормально сейчас тут туда-сюда чайковского отсюда 169 кг 169 или 163 воздух не шипит здесь все тихо а там ну что же и здесь перестал не здесь кран шипит менять уже однозначно его надо менять тут километров пять наверно до осы на кубе называется кафе и стоянка вот вот в общем-то все оса осталась позади ну и здесь до трассы перь екатеринбург екатеринбург на километров 70 отсюда остается есть можно уходить то же самое на чернушку на уфу но мы идем на кукуштан перь екатеринбург и 400 километров отсюда до катей 400 километров значит там правильно было написано про пенсион значит это я что-то лоханулся там с этими километрами что я там где насчитал откуда я там 600 километров то наверное что мы там за смену рабочую сперва уральска домашки доходили ну за 2 я имею смены с перерывом там с паузой 48 минуты ладно так время местное 6 часов вечера ну по идее 400 километров 6 часов вечера уже стало 429 к 12 ночи мы должны быть и в Катеринбурге так примерно логически если рассудить а если не логически мы сегодня даже до Кати не доедем оболне а сколько я сегодня проехал я даже что-то не засек надо было посмотреть сколько сегодня километров на проехал не ну тут все немного то не вышло тут это туда-сюда лево-право так это вроде бы едешь едешь а по километражу то совсем как то так все печально получается наверное сегодня будем приводить в действие план б или план д короче есть у нас есть ли у нас план мистер икс у вас есть план если у меня план есть пока не скажу а может был пеня кидаем машину и пошли со спиннингом суда кайфовать есть только в мыслях можно резюмировать короче ехать можно ну скажем так здесь ты не плачь платон здесь короче чем через перь и здесь в чем очень большой плюс что здесь свободно трафик маленький грузовиков и маленьких тоже едешь себе едешь здесь этот участок от осы сюда вообще одна горка тут такая конечно ну то вверх вниз ну ничего критичного самый такой тяжелый в принципе участок в плане вправо-лево подъемы это от от осы до чайковского если отсюда не идти трата началось 36 кимпинг бесплатно охраняемая стоянка 309 до катей время 7 потому что там и там определенно значит соврали если здесь 309 километров до екатеринбурга то это хорошо 89 это у нас до суксуна щук-чук пацаны называли вот так чем-то я говорил ну в плане вот подъемов спусков это этот кусок в плане тут как бы чайковский водкинск но там ижевск пока пойдешь туда-сюда направо налево как бы вот считайте сейчас пять группа берем пять выехал я в восемь это сколько девять часов но две паузы глубоко по часу у меня были вот семь часов езды а сколько тут километров я фиг его знать я не засекал не внуки на лишь километров пятьсот то проехал же наверно надо кому не лень посчитать мне лень сейчас считать вот сейчас там уже на федеральной дороге ремонт мостик мостик на следующем поверните направо в плане покрытия вся дорога хорошая вся то есть ну после чайковского там чуть-чуть буквально километров пять сюда в сторону осы ну и то я сказал что там плохая ну просто не совсем хорошая но и неплохая нормально едешь а так вся дорога полностью асфальт везде где новый где не новый но хороший короче ехать можно в принципе можно можно ездить и сразу вот почувствовалось как только сюда вот выехали все вот впереди один товарищ впереди фура идет впереди этой фуры еще один товарищ все с горы они летят в гору не едут не обойти по прямой едут 70 с горы несутся 90 а то и больше в гору едут 30 и вот так вот будут уже ползел а навстречу поток то большой все же идут на пермь праздники то выходные закончились все погнать невозможно и вот вот сразу почему-то вспоминается этот кусок дороги о кстати сейчас наверное у нас будет окошко да или нет сразу кусок дороги вот это да вот через засуд сейчас где будет окошко его сейчас не догонишь ну что о чем говорить все все там где можно обогнать его теперь не догнать все мы 90 несемся сейчас он там начнется подъемчик и все там дороги нет не стоит обгонять что-то так сразу обратно на тот кусок дороги захотелось там едешь себе надо в горочку разогнался отпустил трафика вообще ноль кайфуешь просто кайфуешь а здесь вот видите на встречу сколько машин валит сплошной поток странно что нету этих бабочек я просто понял в каком-то году наверно тринадцатом мы на сургут шли как раз именно этой же дорогой через осу что-то в районе 22 июня это было и просто что вот я как вспоминаю вся дорога такое ощущение вот обочина вся как будто снегом и вдоль дорог этих белых как они там называются ну как называется я не помню но их было очень много особенно вот в той по той дороге вот где вот оса вот этой козьей этой тропой да и здесь тоже ну а там просто все устлано было им это не какой-то брачный период был или что может в этом году просто спознились они еще там эту бабочку не превратились куколок весна в этом году задержалась может поэтому ну тогда я вот вы с машины выходишь и цапса морда скане зеленые были цапса морда белая-белая вся решетка все-все-все залеплено ими было с пиццами бабочками я не знаю это я первый раз такое видел что только много но а а а а а как раз вот все все часто что одно название осталось как этот как и как култука скоро говорят там култук уже тоже начали первые первую гору обходить короче скоро от култука ничего не останется култук а что это так и здесь вот когда суксун был суксун когда шли через поселок и там эта гора была и то и по гравейке это все дело происходило а это был кайф метров двести как оттопишь на подъем а сейчас на что едешь едешь где тут суксун где-то там за этими лесами она было весело я с динка просто кореш проехал говорит что это начали рыть тот тещин то обошли на култуке и сейчас этот первую горку тоже собирается обходить и все и получится будем култук раз раз правой стороны объезжали и все и один подъем два подъема один спуск вот и весь култук еще попробуем сейчас ее отпустить с горы сколько разгонится придерживать не будем как тут спуск правда спуск с поворотом я посмотрю за поворотом может и придержу можешь отпустить в кустах тех он поймать среди всех сосен не нельзя опускать здесь с поворотом она разгоняется и дальше он выход с поворотом ну и так за сотню отпустил ниже нельзя быстрее вернее был бы прямой спуск можно было полностью отпустить я когда-то оттуда вот там ушел и кое-что там отпустила на 115 117 раз гонится на следующую горку сама заезжала даже газовать не надо было а сейчас вот эту перед кольцом концу горки я думаю под сядем километров до 50 10 он предупреждение получил 30 на превышение скорости все это уже записала в этом на чипе будет сейчас 28 дней висеть превышение скорости а так бывает просто пишет превышение но если ты долго то есть если ты не внял ее предупреждением тогда она делает запись теперь вот с этим предупреждением если здесь в европе так вот три штуки парня гана собирал по швейцарии у него три раза вот такие три предупреждения выдала а в германии на четверке уже перед польшей его это немцы обилители сняли с автобана сняли данные все говорит ниггут быстро едете суббит официален что делать битта значит битта заплатил и поехал дальше катя 225 225 время 8 вечером 2 225 325 359 359 359 358 369 369 359 Будем соклышко мыть. Хорошо видно было и заодно сейчас очередной фильм опубликуем вот так и живем каждый раз вторую сторону не мою пассажирскую сторону мою только по утрам на один это средство это моющие разориться хочу конечно лень просто так колеса хорошо с этой стороны здесь вроде тоже все норм не понял что-то сзади все горит габариты все горят окей болтается и держится почему-то перестала держаться все можно дальше двигать два ремонта в районе нижней серии под поворотом на нижней серии прошли без задержек на одном светофоре только остановился передо мной красный загорелся на предыдущий на предыдущем такого наплыва машин уже нет люди уже основная масса проехали время 10 вечера екатеринбург хоть и миллионник но это не москва в любом случае здесь полегче с этим делом хотя тоже и гад часы пик веселый бывает и тут можно потолкаться все равно с москва это не сравнить что ты проблем нету а значит на на эскалатор привезли что-то никак не пойму это наше кафе мельница мельница вроде помогая бы не проехал надо ж поужинать заехать свинина по-уральски а мошки по-моему я ее не проехал не мог проехать там уже в общем-то и к до 80 километров осталось темнеет вечереет надо заехать покушать заданутым лучшим будем делать или поедем за екатеринбург или перед екатеринбургом будем на стоянку становиться в принципе и так и так нужно встать перед и завтра пораньше проскочить я не знаю вроде как спать не хочется а с другой стороны уже и зеваешь я еще как бы к этому местному времени не адаптировался по москету еще 8 8 как бы спать до рано сейчас определимся сейчас стоит только поужинать заехать и все и сразу начнешь так тормозим Алексей Николаевич тормозим что это такое он какой-то серьезный он не серьезный можно было топить сейчас поужинаешь и все и сразу зеньки закрываться начну спички вставляй так и будет 100% пробок нам не избежать я не доехал еще до этой я бы на этой метелице бы и стал бы что то что никак я до нее доехать не могу где-то шина вот-вот должна быть ему уже я ее переехать надо вставать и это и с утреца пораньше видите все стоит хотя и утро может будет тоже стоять но в любом случае рассосется будет меньше екатеринбург 80 ох до тянутся бы туда уже сходить покушать вкусненько и кроватка екатеринбург 80 все году тут сейчас потолкаемся потом поедем на карте до полной остановки ребят что у нас там ремонт далеко-далеко верно хотя вот у меня 50 30 регион 159 102 не сверновские номера вот наше кафе еще не поеду дальше я в принципе сюда и собирался время пол 11 а метелица мельник если все метелица метелица мельник уже пацаны на ночь стали если мы где-нибудь станем и лучше нас утрец за поемку с утра в любом случае рассосется что тут автомойка так это у нас автомойка где тут стоянка куда бы вставать мельница мельник вот и тут хозяин вот и тут вот и тут Затем на следующем повороте поверните направо. Куда тут стоять, чтобы не заставили? В общем, разворачивайся. И вот рядом с фурой только в забор. Ну я понял, понял. Он поедет в два, в три. А, в два, в три, да? Он сказал так, ты в четыре. Ну за мной там никого не будет уже? Там если фуры будут стоять, они вот так туда встают. Ну ясно, хорошо. Раз он сказал в два, в три, если он в два, в три не поедет, мы его разбудим. Поверните налево. Сейчас мы будем, я посмотрел там дальше впереди. Тоже колейка толкаться надо будет. Короче, мы сейчас здесь вот так развернемся. не рвать резину с двадцатью двумя тоннами сильно резко. сходим поужинаем и ляжем спать. Сюда он мне сказал, к забору, да? Ну давай к забору. Ну давай к забору. Продолжение следует... Продолжение следует...